Здравствуйте, господа! Начинаем Лена и вебинар по эзотерике с Дуйко. Я вижу, вы прямо сейчас пишите мне вопросы на моем сайте duko.guru, вебинарная комната. И я постараюсь прежде всего отвечать на ваши вопросы. И начнем. Как всегда, по пятницам я провожу вебинары. Вы можете получить подарок, если в чате перейдете по ссылке. Там находятся сейчас две мои книги бесплатно. Первая книга – это книга «Происхождение заболеваний Андрея Дуйко» и вторая книга «Магическое лечение заболеваний». Это вторая книга «Нетрадиционные методы лечения болезней». И это все вы сможете получить совершенно бесплатно. Можете переходить и смотреть. Итак, открываю ваше сообщение. Лариса Руйс. Добрый день, Андрей Андреевич. Можно ли сейчас возвращаться беженцам в Киев? Можно. Аноним. Добрый день. Здрасте. Людмила. Добрый день. Получится реализоваться в творчестве? Получится. В творчестве необходимо каждому человеку пробовать реализоваться. Дело в том, что алкоголь сжигает синапсы мозга, а творчество возбуждает синапсы мозга. И в дальнейшем они развиваются. И таким образом за счет творчества человек увеличивает свое восприятие мира, развивает свое сознание, улучшает общие когнитивные функции. Творчество для человека очень хорошо. Стихи, чтение, танцы, игра на музыкальных инструментах – это, помимо всего прочего, еще и радость. Поэтому ко всему можно относиться творчески. Я вообще считаю, что творчество – это для человека важно. Творчество расширяет восприятие красоты. Это все очень полезно. В случае, если человек говорит, смогу ли я реализоваться в творчестве? Конечно, человек во всем может реализоваться. Глядя на картины авангардистов, глядя на полотна Пикассо, можно сказать, что каждый человек способен на многое. Главное, чтобы это была идея, которая идет от души, а не просто нарисованный объект, который имеет объяснение, как в купальщицах у Пикассо, которые были нарисованы в Испании в 1938 году, где пятно, которое даже не похоже на человека, с мечом, который похож на солнце, оранжевого цвета на белом полотне, показывает страх и беспомощность людей, которые оказались в ситуации неминуемого начала войны. Таким образом, сама картина, сама по себе картина, которую сложно назвать картиной, которая больше похожа на арт-инсталляцию, все равно является элементом, который, зная предысторию написания данного полотна, начинаешь понимать, насколько это трагично, насколько это прошло через его сознание, чувство, безысходность, как крик души. И каждый раз, когда видишь такие полотна, зная, при каких условиях и когда такие полотна создавались, начинаешь понимать, что такое живопись, начинаешь все больше, особенно с возрастом, чувствовать эзотерику и эмпатию картин, и эмпатию живописи, которая передает чувства человека через живопись и так далее. Поэтому, конечно же, это дело, наверное, даже богоугодное, поэтому реализуйтесь через живопись, реализуйтесь, вернее, в творчестве, все получится. Дмитрий, сегодня началась большая проверка, будут, а я отвечал на прошлом вебинаре. Итак. Здравствуйте, господа, мы чему-то? Сейчас. Спрашивает, я не могу проверить, кто. Помиримся мы с человеком, с яким я зараз не спелкуюсь, че будемо мы разум, дуже сильно ее люблю. Дело в том, что у вас, скорее всего, не только трудности отношений, а ваш мужчина, он просто не хочет отношений. И у меня не идет информация о том, что вы будете в дальнейшем иметь совместную жизнь, и вы знаете, мне бы не хотелось этого говорить. Я бы, я вообще за то, чтобы семьи создавались, за то, чтобы в семьях были теплые отношения, за то, чтобы дети рождались, за то, чтобы друг за другом смотрели, за то, чтобы отношения только росли, за то, чтобы, несмотря ни на что, могли прорывать отношения, в которых есть несправедливость, абьюз и так далее. Это все имеет право жить. Я считаю, что люди, которые объединяются в семьи, и семьи, которые потом смотрят за своими родителями, за своими детьми, это семьи, которые развивают духовность таким образом. Я считаю, и я однозначно хочу сказать, что в любом случае, когда вы у меня спрашиваете, и я что-либо вам предсказываю, то все равно ищите повод для того, чтобы отношения были, ищите повод для того, чтобы отношения объединить, ищите повод. Почему я говорю, что там не получится что-то? Дело в том, что вы меня же не послушаете, и после этого пойдете в гадалкам, пять гадалок возьмут у вас деньги, скажут, что у вас отношения будут, вы перестанете искать, начнете ждать, начнете платить деньги за что-то, это все будет долго длиться, и в итоге это приведет вас к бесконечному стрессу. Ну и зачем это нужно? Уже нужно знать правду, как бы сосредоточиться и дальше жить. Любим мы или не любим, ушли от нас или не ушли, болеем мы или не болеем, как бы нам в жизни не было плохо, всегда стоит помнить о том, что мы все равно проживем эту жизнь не от самого конца, от самого начала и до самого конца. Почему? Это божий промысел, у нас все равно выбора нет, поэтому нравится вам, не нравится, все равно придется жить, и все равно придется получать то, что вы получаете, ощущать то, что вы ощущаете, жить в том, в чем вы живете. Ну по-другому никак, поэтому если не можешь изменить свою жизнь, то получает этой жизни хоть какое-то удовольствие здрасте замужем три года есть дочь муж изменял изменил сказал что все исправить стоит ли ему верить конечно стоит не только верить а стоит улучшить отношения стоит не думать об этом настоящая любовь всепрощающая поэтому если вдруг муж так уж произошло и что-то такое произошло и вы об этом узнали зачем только не понимаю то всегда можно все простить найдите один повод для того чтобы сохранить отношения не придумывайте много поводов для того чтобы их разрывать любите тех людей которые рядом с вами всегда помните каждый человек своей жизни имеет право на то чтобы совершать ошибки это особенность такая вот смотрите если человек совершает ошибки это о чем говорит если человек совершает ошибки это говорит о том, что он умный. Почему? Потому что на ошибках учатся только дураки. Поэтому в случае, если человек совершает ошибки, то он умный. Совершив ошибки, осознав свою ошибку, человек больше не совершает ошибки. Так мир устроен. Поэтому совершайте ошибки. Понимайте, что каждый способен совершать ошибки. Помните о том, что ошибки — это право человека. Но другое дело, один раз человек совершил ошибки, после этого нужно ему создать жизнь, которая может быть невыносимой. У меня такая ситуация была. Жила семья очень хорошая. Мужчина с женщиной купили квартиру. Сначала они жили в Молдавии, потом переехали в Винницу. Когда в Виннице начали жить, он в прошлом был военнослужащий, ему было 56 лет. Он приехал в Винницу, начал со своей женой жить. Она красивая женщина была, верная. У них там дети были, внуки уже появились. И он начал, он уже был пенсионер военнослужащий, купили дом в Виннице. И он начал немного выпивать, потому что они начали жить в селе, где соседи выпивающие были. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть он начал прикладываться в пятницу, в субботу, в воскресенье, в понедельник по чуть-чуть похмеляться. Ну и как-то так затянуло его. А соседка была тоже пьющей. Ну и однажды он пришел к этой соседке, выпили, ну и знаете, между ними произошла интимная близость. И соседка, знаете, как женщины, в надежде, что ее кто-то оценит и скажет, что такой красивый мужчина или такой состоявшийся мужчина пришел к ней, хотя никто к ней не приходит и так далее, рассказала это все соседке еще одной. А та соседка пришла к этой и говорит, а что это твой мужик ходит ко всем, а это всем рассказывает. Ну и та пошла, говорит, ходит. Она говорит, да, потому что ты страшная, я не страшен. Ну и после этого дома устроила скандал этому мужу. Она его так два года ела, этого мужика. Она его два года просто убивала. Она не говорила здрасте, она все время дулась. Скажите, чем это все закончилось? Это закончилось смертью этого человека. У него появился рак горла. После этого он не закончил жизнь и не умер от онкологии. Он повесился, представляете? Это ужасно вообще, это ужасно. Ну и о чем я хочу сказать? Ну слушайте, ну переспал. Ну так он же к вам пришел. Скажите, я тебя все равно люблю. Он же вам не принес чужих детей, не принес вам венерические заболевания. Я понимаю, что это предательство. Предательство один раз ничего страшного, знаете. Конечно же, это все печально, это все нехорошо. Мы все это прекрасно понимаем, но есть но. Это но, это гормоны, это стрессы, это плохие отношения, это алкоголь, это недопонимание в семье, желание получить где-то искры хоть какого-то счастья, желание увидеть того человека, которым восхищаются. Это все приводит к тому, что вот появляется такая ситуация. Но не усугубляйте ее, а наоборот пытайтесь эту ситуацию. Вы же дети, есть ради кого этому человеку жить. Ради детей, ради вас. Оно вам надо. Ну изменил и изменил, флаг ему в руки, слушайте. Найдите возможность, чтобы не изменял. Скажите, имеет ли значение подкова под кроватью? Большое спасибо. Нет, не имеет значения, но тоже имеется. Какое но? Дело в том, что очень часто, в случае, если человек думает, что подкова под кроватью принесет материальное благополучие и счастливое отношение, то этого не произойдет. Можете не сомневаться. Но тоже существует. В эзотерике считается, что в случае, если человек боится чего-либо и ощущает, что на его семью влияет, кто-то хочет там подклад сделать, кто-то хочет повлиять каким-то образом, то такой человек может найти для себя артефакт и верить в него. Почему? На самом деле такой артефакт ему не помогает. Но этот человек, который верит, что он ему помогает, он купирует у себя желание страха. То есть ему посоветовали, он положил, страх у этого человека исчез. На кого можно влиять? Помните, я когда-то говорил, напугай человека, и после этого влияние на этого человека возможно. Но если этому человеку все равно повлиять на такого человека, невозможно никак. То есть если человеку все равно, если человек ни на что не обращает внимания, если человек говорит на тебя все равно, что за ерунда, то повлиять на человека невозможно, никаким образом, то есть кто бы что ни делал, если нет дополнительных каких-либо предметов, то есть как можно повлиять на человека, взять его вещь, взять часть его ткани, там волос или слюны, собрать еду, которую он оставил на тарелке, кстати не оставляйте еду на тарелке, можно счастье у человека забрать, когда едите где-либо в столовой, там в ресторане или чего где-то, обязательно плюньте в тарелку, тихонечко можете на салфетку или в тарелку плюньте и положите сверху салфетку, скажите при этом мной заплачено, все мое, для того, чтобы никто у вас ничего не отнял, почему, существуют целые обряды, они известные, описанные, существуют обряды, когда еду забирают, ее там кладут в пакетик такой, его подвешивают над костром, начинают сжигать, переносят или забирают, духовную, ну духовную нет, наверное, а физическую силу, успех и так далее, как проводится обряд я рассказывать не буду, потому что считаю, что любое зло, проявляющееся еще и через магию, оно не только наказуемо, а еще и пошло, гадко и не очень красиво. Доброго вечера, дорогой вчителю, питает Ирина Косницкая, хочу взять кредит на покупку квартиры, выбираю между Трусковцом и Ваваном Франковском по программе ЕОСЛ, где получится, спасибо. Лучше в Трусковце вам выбирать и в Трусковце лучше жить, вам будет там лучше, вы будете более счастливы, можно ли делать, можно, но всегда помните, деньги взятые в кредит, нужно будет отдавать, а вы зарабатываете не очень хорошо, поэтому прежде чем решаться на такой шаг, обязательно начните дополнительное обучение. Возьмите какую-нибудь дополнительную специальность, которая может вас всегда прокормить, можно услугу какую-нибудь женскую, реснички делать или депиляцию, или что-либо, шугаринг, массаж, что-либо еще. И обязательно этим пользуйтесь, в случае, если на основной работе не будет хватать вам денег, то сможете подрабатывать вот таким образом. Обязательно такая специальность, какая-нибудь дополняющая ваш основной доход, пусть она у вас будет. Также рассчитывайте на тех людей, которые рядом находятся, и обсудите это в домашних условиях таким образом, чтобы это ни в коем случае не было с бухты-барахты. Бей. Рена Филапова. Добрый день, можно ли эзотерически избавиться от нейропатической боли? Она меня очень беспокоит. Когда болит у вас нейропатическая боль, то боль эта у вас, она, по идее, должна находиться и должна эродировать от конечностей стоп или кистей, и должна расходиться аж до поясницы. То есть эродирующая такая боль, нейропеническая. Таким образом вы ее ощущаете как пекущую боль, как бесконечно ноющую боль и так далее. Что необходимо делать и какие существуют методы? Один из самых простых методов называется цигун спасительная или целительная улыбка. Человек, который начинает практиковать данный метод, может успокоить свою ногу или от боли и так далее. Каким образом это выполняется? Первое. Представляете, найдите с закрытыми или открытыми глазами, лучше с закрытыми, найдите место, которое максимально отражает боль, то есть точку максимального проявления боли. Там, где у вас проявляется максимально боль, в этом месте представляете смайл, смайл это улыбка в переводе на русский язык, то есть красивую мордочку желтенького или любого другого цвета, которая улыбается. Так и представляете, солнышко, которое улыбается детской улыбкой. Делайте это или выполняйте это на вдохе и выдохе. Представили, сделали вдох-выдох, отвлеклись, представили, сделали вдох-выдох, отвлеклись, представили, сколько это необходимо делать. На протяжении дня, если это выполнять хотя бы 1-2 минуты, первый раз это уберет у вас боль на более длительный промежуток, второй раз на более короткий и так далее. Второй способ, который тоже достаточно может быть эффективным, это способ, при котором горячую боль можно представлять, будто вокруг у вас появилась такая лед. Представили, будто лед появился на месте, где у вас находится боль и мысленно представили, будто вы по этому льду бьете рукой или палочкой или каким-либо приспособлением. Представляете, будто этот лед рассыпается у вас и распадается. И вновь представляете лед и вновь представляете, будто вы его бьете по нему, этот лед отпадает. Таким образом боль исчезает. Третий метод, это метод пульса. Послушайте, методов есть миллионы просто, о которых можно говорить. Сейчас вы можете скачать книгу вот здесь, получите две книги. Вы ее можете скачать прямо сейчас, первую, вторую, и там есть методы от полинейропатии, и от нейтропатии, и от нейропатии. Одним словом, эзотерические методы я там даю. Нейропатической боли в том числе. Добрый вечер из Белиси. А, я так люблю. Мне нравится Тбилиси, я обожаю. Ольга, здрасте, Андрей Андреевич, подскажите цифровой код от похудения, алкоголизма, бессонницы, курения. Спасибо вам большое. Милая моя Ольга, если бы я их помнил, эти цифровые коды, я бы их вам сейчас дал. Но я их первое не помню и не готовился специально к данным занятиям. А еще, почему вы думаете, что я хочу это делать? Почему вы думаете, что я хочу это делать? У нас есть семинары. Этот семинар называется «Четвертая ступень». Дело в том, что я бы с удовольствием давал много, и я бы с удовольствием давал бесплатно и так далее. Но вы просто чуть-чуть должны меня понять. Дело в том, что все вот эти системы, они в большинстве своем работают через меня. И когда я даю их людям, то это либо использование моего ресурса, либо использование моего ресурса. И человек должен быть подключен к эзотерической школе Кайлас для того, чтобы это эффективно работало. А так я их вам дам, вы будете делать, и ничего происходить не будет. И вам плохо, и мне плохо, знаете, будет ощущение у меня, как будто я вас обманул. Есть сангая, сангая посвященная устранению вот таких заболеваний и так далее. Можно ли какой из этих, не цифровой код, а какой-нибудь метод, допустим, от курения, которым можно помочь человеку бросить курить? Вы курите, делайте так, я вас сейчас научу. Возьмите черный фломастер, возьмите сигарету и фильтр покрасьте черным фломастером, чтобы он был черным, этот фильтр. Посмотрите на сигарету, у которой черный фильтр, смотрите на нее, и с той стороны, где вы прикладываете к губам, вот эта белая тоже черным фломастером или черной ручкой зарисуйте. Второе. Возьмите эту сигарету и перед тем, как закурить, ничего не произносите, закройте глаза и ударьте себя несколько раз этой сигаретой в правый глаз. После этого, если это электронная, ставьте и курите ее. Будете так делать ежедневно, где-то за один-два месяца бросите курить? Делайте, как я сказал. Второй метод. Вечером пачку сигарет открываете, так, чтобы вы их видели. Берете все сигареты, ставите их левой рукой. Берете, ставите их вот таким образом, чтобы они стояли вниз, эти сигареты. Желательно делать это ночью и желательно делать это на полнолуние какой-нибудь. И представляете, будто трясете, а из сигарет этих выпадают белые красивые червячки. Белые красивые червячки, как глистные инвазии. Еще хорошо, если у вас получится ощущать, что они имеют очень плохой запах. После чего сигареты эти на место ставьте и утром только их начинайте курить, тоже поможет вам избавиться от табакокурения. Третий метод. Каждый раз, когда человек пьет, каждый раз, когда человек курит, он не получает удовлетворения. Но удовольствие при этом получает. И вы можете делать так. Покурили, когда каждый раз курите, затушиваете сигарету и говорите, вот, получил удовольствие полностью от закуренной сигареты. Получил удовольствие. Каждый раз говорите и бросите курить. третий вариант берете сигарету но не поджигаете ее а поджигайте мимо сигареты как будто зажглась сигарета после этого ее как будто курите засекайте время сколько вы обычно курите по времени засекайте время и как будто курите эту сигарету и засекайте время то есть оно должно быть не меньше чем до этого и вот так много раз курите 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 после этого берете эту сигарету как будто тушите и уходите через пять минут должно очень захотеться курить можете выйти и покурить но делайте так в день четыре раза вот таким образом избавитесь от курения еще четверг четвертого числа в каждый четверг четвертого числа перед сном говорите клянусь себе с завтрашнего дня не курить бросаю или клянусь перед лицом эзотерической школы кола с андреем андреевичем дуйко или моим учителям уларом гесером или клянусь там перед лицом товарищей и так далее перед лицом семьи перед богом клянусь завтрашнего дня бросить курить навсегда и после этого последнюю сигарету закуривайте тушите говорите клянусь завтрашнего дня бросить курить ложитесь и это очень эффективный метод на многих людей действует великолепно елена величка добрый вечер андрей андреевич и все присутни гарно всем вечера дякую дуже приемно добрый вечер уважаемый андрей андреевич все присутствующие дякую дуже приемно сергей бабчук спасибо вам большое за отправленную благодарность минут не нужно было так много но все равно приятно сегодня одна женщина говорил андрей андреевич я вам буду помогать потому что вы живете в стране в которой война и у вас пятеро детей до андрей андреевич роскошного вечера я вся в прозрении что мне изменяет мужчина живем восемь месяцев мне все уверяют что я сумасшедшая если у нас сергеем будущего опять ушла от него оставайтесь сергеем он хороший человек оставайтесь будущее есть найдите повод для того чтобы жить с человеком ревность это когда женщина не любит себя по-настоящему женщина любящая себя она не уходит от мужчины который может ей изменять и не изменяет почему потому что вы самое лучше вы самая красивая есть фильм забытая мелодия для флейты там ходил очень долго филатов к татьяне догилевой и у него там жена была она была она играла нам в каком-то не помню ее должность а он работал на ее отца-министра и занимал очень высокую должность и однажды он пришел домой она знала уже что он ей изменяет она нашла телефон и адрес этой женщины приехала к этой догилевой зашла посмотрела на нее и говорит а ты знаешь что этого серёжи филатова жена она говорит да знаю но скорее всего он меня любит и так далее на гри послушай девочка я тебе вот что скажу с такими как ты они спят а с такими как я живут и она абсолютно на сто процентов права на сто процентов права есть история такая эта история я не буду говорить наверное кто там участвовал но история об одной умной женщине которая имела мужа который бесконечно гулял был такой оторвая вам даже не могу передать я был лично знаком с этим человеком хочу сказать что он мне не нравился жену эту женщину эту звали неля а мужчина занимался тем что постоянно ездил по разным странам и так далее вот у него случился один инфаркт неля его выходила потом второй инфаркт неля выходила инсульт потом она его выходила и так далее и однажды это неля сидели за столом и и ей говорит одна женщина я тоже это слышал я был очень молоденьким тогда и говорит а ты знаешь что этот мужчина с которым ты живешь он изменяет она говорит пусть что угодно делает лишь бы не умер лишь бы жил со мной лишь бы не умер ничего страшного хочет neredezyć кinese почему потому что она четко понимала что она центр семьи что она ось семьи что на кость семьи что на кость семьи что она сила этой семьи что она энергии этой семьи что все понимаете не хватает голь так пусть гуляет пусть делает просто это незаметно пусть деньги не тратит на это главное чтобы не уходил а то они сидят до 50 лет знаете там в 30 женятся потом с одной живут потом как бы синдром знаете есть синдрома плодотворителя синдрома плодотворителя у них не реализуется им нужно потом этот синдром который передается синдрома плодотворителя оплодотворить они не знают попадаются на чью-то удочку думают что женщина охает потому что и нравится на самом деле она охать чтоб понравится чтобы потом он с ней начал жить и чтобы деньги сдавать ей в кубышечку и так далее он такой обманутый недолюбленный с одной стороны желающий оплодотворить весь мир с другой стороны попадает на ту который он думает его обожает сильнее нет мужчина который живет с одной женщиной которая его не любит обязательно уйдет в другой женщине которая его тоже не будет любить почему потому что скорее всего его не за что любить андрей андреевич спрашивает людмила лаки хочу научиться ездить на трамвае можно найти учиться конечно очень хорошо будет получаться мне подойдет санга я 32 имени бога расскажите пожалуйста она всем подойдет там используется энергетические слога увеличивающие общую энергетику человека хотите энергию хотите почувствовать что такое жить в энергии вот вам необходимо это делать а вы знаете что сейчас в скором времени состоится семинар который называется у нас пятидневные онлайн курс практикум эволюция семейных отношений новый взгляд на проблемы их решения от андрея дуйку раскрытие семейного потенциала и что же будет там и что необходимо знать нужен вам этот семинар или нет сейчас я вам об этом скажу дело в том что у у людей очень часто появляющихся семьях и в семьях которые живут появляется ряд каких-то проблем эти проблемы они значительные незначительные и человек в целой семье не может разобраться вы знаете даже когда вот допустим недостаток общения вы знаете что очень часто мужчины женщины начинают жить друг с другом и у них нет общения почему она целый день дома допустим у нее там подружки какие-либо у нее там свои задачи парикмахерская и так далее он зарабатывает деньги у него там работа там при когда он домой приходит он поел обнял свою жену или не обнял там словом каким-то он не может уже разговаривать потому что устал она не хочет после и не интересно слушать о работе и продаже там чего-либо ну и это все сталкивает с людей с тем что они живут в обособленном каждый своем мире она живет своем обособленном ей нравятся допустим ему нравится футбол ей нравится там вышивание макромы ему нравится там общаться и смотреть видео про автомобили ей при этом нравится там о детях и так далее и это все приводит к тому что они в дальнейшем перестают общаться если добавить еще там обиды и так далее с чем это связано обычная философия она говорит или психология людей она говорит что можно найти паттерны найти гештальт или закончить гештальт и закрыть гештальт или там найти первопричину и устранить и так далее астрология как бы в эзотерике говорит о том что есть нити в нумерологии говорит что там по цифрам не попадают в космологии говорят о том что звезды там неправильно человека влияют там кто-то что-то имеет какие-то гипотезы там чакры не так работают друг от друга и так далее так вот можно психологически изменять можно философски изменять человека или отношения в семье а можно изменять эзотерические при помощи определенных обрядов влияния и на звезды и на отношения я вам рекомендую пройти мой семинар случае если у вас сейчас есть недостаток общения различные финансовые взгляды и проблемы воспитания детей неравенства в домашних обязанных сексуальное несогласие ревность разные взгляды на отдых развлечения проблемы с тещей свекровью различие в религиозных взглядах непримиримые различия в ценностях несовместимость характера отсутствие доверия вмешательства в пространство лично нарушения границ проблемы с алкоголем наркотиком недостаток эмоциональной близости разная сексуальная конституция измен и несогласие по вопросам питания различия в образовательных условиях один себя считает кем-то другой считает подавленным доминация кто-то альфа кто-то бета кто-то азм есть омега и альфа и омега различия это и называется образовательного уровня давление социальных норм разные взгляды на здоровье разные взгляды на родители неспособность прощать агрессия страхи в отсутствие уважения хамство количество времени проведенное на работе трудоголизм проблемы с родственниками конфликты за друзей различие воспитательных стресс и поддержка резаны разные взгляды на отношения несправедливость в семейной сфере проблемы самооценкой контролирующие поведение пренебрежение нуждами партнера отсутствие личного пространства разные цели в жизни проблемы со здоровьем чрезмерная критика домашнее насилие проблемы с психическим здоровьем постоянные ссоры разные взгляды на семейные финансы конфликты из-за внешности проблемы с интимной жизнью не удовлетворенность браком не удовлетворенность интимом не знаете как расслабиться с близким потеря близости сексуальной близости душевной близки духовной скрытые эмоции чувства разные культурные взгляды отсутствует романтика недостаток времени для отдыха разные традиции и столкновения проблемы с обстоятельствами старение изменения внешности комплексы бесплодия проблемы с потенцией проблемы с либидом семейные секреты тайны извращения нервные неравные вклады в бюджет взаимное непонимание излишней зависимости от одного партнера бесконечные маниакальная влюбленность контроль разные взгляды на традиции издевательства ссоры из-за животных животные разные ожидания от брака конфликты из-за детей непослушные дети боящиеся дети стрессующие не знаете как реализоваться самому детям мужу нет денег сравниваете с кем-то страх перед изменами стрессы на работе разные планы на будущее отсутствие совместных интересов постоянная усталость конфликты привязанности совместимости развлечений пренебрежения чувствами совместные проживания надоело несогласия с вопросами внешнего вида проблемы с отцом со сном с женой с тещей свекрухой братом друзьями родственниками кого-то бесконечно кого-то там пастора слушает привязанности сектанство потери общих друзей обида обидчивость недостаток близости духовной близости недостаток доверия подозрительность питание диеты скучающие отношения экология там ссорит психические заболевания физические карьерный рост вместо дома личная гигиена и так далее у вас и у близких это все решается если человек использует и может поработать и проработать свою семью себя вместе со мной таким образом работа будет идти таким образом вы дадите все кто участвует вашей семье напишите это на листочках после этого я буду работать днем с вами когда будут заниматься занятия заканчиваться буду проводить обряды обряды с каждым из вашей семьи и вечером буду вновь работать с вами что произойдет семья станет дружной теплые отношения улучшится то вытягиваете все бред этот весь повытягиваю когда допустим мужчина там думает все время о другой не любит свою хочет уже уходить вот расскажу как сделать так чтобы не уходил как сделать так чтобы приходил как сделать так чтобы любил расскажу как вести себя как сделать так чтобы нравится что говорить что такое сексуальности и так далее и тому подобное а потрясающий огромный пласт информации где я буду вас утром или вечером обучать вечером будем это все вместе применять за это время мы помолодеем похудеем я расскажу что кушать как питаться как худеть как помолодеть какие практики выполнять проведем медитации по омоложению похудению и так далее все великолепно быстро мощно мега офигенно приходите будет очень 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 при очень интересно почитайте лендинг интересный семинар пятидневный семинар который называется эволюция семейных отношений новый взгляд на проблемы их решения от андрея дуйко и актуальные наболевшие вопросы семьи который станет ключом преобразования всей вашей семьи и ваших близких и там я буду об этом рассказывать укрепить связи в семье прямо преодолеть проблемы повысить уровень благополучия найти гармонию в отношениях с детьми управлять эмоциями повысить материальное благополучие улучшить физическое здоровье навыки построения доверительных отношений использовать эзотерические методы для решения семейных вопросов понять применять методы улучшения семейного бюджета и так далее одним словом огромное количество не только информации о эзотерике обучающих систем обучающих методов которые я обычно в эзотерической школы даю но не особо расширяюсь в этом направлении таким образом появилась идея создать вот такой мини можно сказать мастер-класс где я буду утром общаться в течение дня работать и вечером завершать тоже совместной работой таким образом мы попробуем это всеместно все совместно сделать ну и можно ли присутствовать людям которые не в эзотерической школы колос несомненно можно ли участвовать двоим или троим супругам там и детям и находиться перед экраном можно можно не находиться можно это не имеет никакого значения анжелика рахмуддинова подскажите пожалуйста дайте направление работы как найти хорошую работу применять хорошее предложение вы найдете хорошую работу у вас хорошая работа может быть связана с управлением швейными фабриками швеями все что связано с принтом печатанием и нитками там изготовлением или при перепродаже текстиля шерсти клубков изготовление из этого чего-либо бы хорошо получилось наталья мамалыга здрасте как реагировать на сплетен научитесь научите пожалуйста сплетни это система которая говорит о том что вы становитесь знаменитым человеком на сегодняшний день такое большое количество людей которые мне завидуют в интернете я это постоянно вижу пишут и гадости этих гадостей прямо там мега много и там я там прошла 7 ступеней у меня ничего не получается и так далее ну вот я даже зачитаю хотите сейчас сейчас я потом скажу как справиться такой вот отзыв ну что спустя 7 лет которые находились школе кайлас пришло время оставить отзыв в начале скажу что все положительные отзывы дуйко клянчит у своих учеников каждый раз во время своих вебинаров прошла 6 обновленных ступеней которые стоят огромных денег наткнулась на него случайно в ютубе когда искала ответы на свои вопросы как правило люди которые находятся в отчаянии начинают искать ответы на свои вопросы тут на просторах ютуба появился дуйко со своими бадами и семинарами за 7 лет находясь в школе ожидала чудо изменений своей жизни чего существенно не произошло мало того чуть без жилья осталось двумя маленькими детьми мой совет людям не лезьте туда где не смогут останетесь без денег и данные данный отзыв был написан чтобы вы поняли и был опубликован в 8 часов утра теперь скажите мне женщина у которых давайте так гипотетически все отложим женщина проснулась в 8 часов утра у нее есть двое детей маленьких у нее есть проблемы в жизни это проблемы когда им необходимо не лишиться квартиры и зарабатывать деньги и так далее теперь скажите мне вот теоретически ей нужно заботиться о детьми да а себя о себе нужно заботиться до а для того чтобы такой отзыв написать необходимо сайт этот найти необходимо прийти на сайт и его специально оставить а как я это вижу человеку дали деньги или человек договорился с кем-то что он ставит такой отзыв но ему дали вчера и вчера он не успел и что он будет делать он сделает это утром потому что скорее всего по утрам это делать также я взял email пробил этого человека и оказалось что такой человек мария никогда не покупала никакого семинара в моей эзотерической школе кайлас зачем врать ну и я могу сказать как относиться к сплетням с радостью почему скажите себе пусть каждая сплетня которая идет в мою сторону превращается для меня в огромные материальное благополучие в огромное мое здоровье я рад что люди сплетничают мне нравится когда они плюют мне в спину потому что когда люди плюют мне в спину то это говорит о том что я бегу в самом переди если я первый то мне обязательно плюют спину пусть плюют пусть дуют пусть завидуют чем больше людей которые меня не любят ненавидят завидуют злятся тем я буду богачим поэтому пожалуйста я не причем поэтому так и относитесь скажите себе это и измените свое отношение к этому и пусть они своей ненавистью делают это есть такая мантра он бурбувах статсавитур варинямбаргодувасят химахи юна прощода я что обозначает пусть свет солнца возникший в моем сердце согревает тех людей которые находятся рядом со мной и пусть от этого света который находится во мне как доброта сожжет всех моих всех людей которые меня ненавидят я точно также живу я контролирую хорошее отношение в семье я контролирую хорошее отношение к своим детям я проявляю максимальное тепло чем большее тепло проявляя по отношению к своим детям тем мощнее работает созидательная защита которая сожжет всех врагов которые появляются почему меня не бывает врагов я хороший человек правда по отношению кому близким прежде всего к маме к близким жене почему как мне получается жить счастливо с красивой женщины я живу с очень красивой женщины второе я живу с очень красивой тёчей 3 живу с тремя на и красивыми женщинами еще и я мужчина который живет с тремя блондинками и двумя брюнетками одновременно скажите много есть мужчин которые живут под одной крышей и спят в одном доме с таким количеством невероятно красивых женщин что это за три блондинки это три дочери а две брюнетки это теща и жена очень красивые женщины все какой принцип жизни у меня существует я делаю три принципа первый я стараюсь не использовать человека второе вот если мне нужно включить что-то я беру и включаю случае если налить я иду и наливаю то есть я не использую второй принцип я никогда не делаю никаких замечаний плохо пахнет хорошо хорошо выглядит плохо болеет не болеет и так далее я не говорю никаких замечаний то есть я всегда говорю если мне что-то не нравится какая ты красивая как а давай я тебя подержу давать ты мое солнце вот мы три дня назад разговаривали с моей женой я говорю день утром я говорю послушай почему ты мне не изменяешь я дядя за 50 лет и там чем дело молодая красивая женщина почему ты никого не ищешь почему ты мне не изменяешь чем дело вообще это нездорово она мне говорит послушай если женщина хочет изменять она хочет чтобы кто-то и сказал много красивых слов а я живу с таким мужчиной который говорит мне много красивых слов я купаюсь в этих словах я купаюсь в этой любви я действительно каждое утро целую свою жену говорю какая она красивая все время делаю подарки я живу это еврейский принцип знаете всегда говори своей жене красивые слова всегда делай своей жене дорогие подарки или любые подарки которые тебе по карману заботься максимально о своей жене делай так чтобы она видела в твоих глазах восхищения я всегда делаю лицо как будто я восхищаюсь и и красотой будет такая женщина что будет женщина искать но она хочет чтобы кто-то ей восхищался а если живет с уксусом который все время говорит и такая ты такая ты такая и волосы не такие нос не такой ты полная всегда говорите себе кому они нравились у того нет вкуса всегда говорите такие слова себе говорите да точно ты говоришь правду возможно но я изменюсь успокойся все будет нормально мы все вместе станем тебе нравится худые а я сейчас полная ничего страшного да да я сейчас полная похудею все нормально главное дать обещание но это же не значит его сдержать почему почему женщины не любят когда мужчины врут почему мужчины вру да это понятно и об этом говорил уже многократно дома должен врать кто-то один и это право на правах слабого человека принадлежит женщине поэтому случае если женщина какой женщине не нравится что и врут женщине не нравится что и врут только той которая сама врет как избавиться от этого не врите сами вам врать перестанут очень молодой мужчина с потрясающим красной девушкой желаю вам счастья семей спасибо спасибо я живу с женщиной которая не по меркам этого мира не является уже молодой также я по меркам этого мира не являюсь вообще молодым но каждая женщина имеет магическую способность сделать мужчину красивым она может обращать на него внимание то есть это выглядит так так бы я сам объелся так она уже стоит и говорит так вот тебе не нужно так много кушать я уже говорю да точно мне не нужно так много кушать и тогда я тоже это вижу и говорю там тебе не нужно так много не кушать а вы знаете почему одни мужчины в семье сильно поправляются а женщины при этом живущие с ними сильно худеют и обычно это мужчин раздражает в чем особенность я могу рассказать когда мы женщина живет с мужчиной который как поросенок ест и который постоянно ест запихивается и поправляется то у нее протест против этого она хочет ему помочь но боится сказать боится нарушить отношения боится попасть в немилость и она начинает худеть худеющий рядом с мужчиной женщина это женщина которая пытается спасти его от ожирения ожиревающий мужчина это мужчина который боится чтобы его женщина похудела и превратилась дистрофика как разры разорвать этот потенциал мужчина ему легче потому что женщине сказать мужчине невозможно иногда это ей дается очень тяжело все мужчины могут ляпнуть запросто что попало любую чепуху любую а женщина посмотрите на нее она маленькая тоненькая худенькая слабенькая боится сказать боится ляпнуть от ну много чего зависит на ней дети на ней мама там понимаете а мужчина что там нет нет не может ценности эти не иметь собрался и ушел и есть страшно конечно каждая женщина боится но она боится смотрит на своего мужчину который каждый день съедает ведро он все толще и толще и толще и толще и толще она не знает что делать она перестает есть почему но это так устроено если семья одно я то один ест другой должен худеть тогда что необходимо сделать но мужчина должен мужчине легче если мужчина начнет худеть она начнет поправляться это тайна семьи если вы мужчина и живете в одной семье и рядом с вами живет женщина сделайте как я вас научу у вас жена не ест очень худеет перестаньте есть перестаньте есть начните через день голодать начните есть одни салаты и увидите она начнет набирать вес почему она будет протестовать она будет хотеть кушать просто когда мужчина ест то она и не ест и уже не голодная почему потому что мужчина и женщина они соединили в один энергетический кокон так один пьет но пьяный все так один ест а худеет кто-то другой понятно как все устроено и наоборот случае если женщина начинает есть мужчина будет худеть у него будет протест андрей андреевич получила ловушку для денег приятное красивое спасибо просто надевать и носить не нужно наговаривать просто одевайте и носить я к ней нужно в нее нужно влюбиться поставьте и ели по положите и и где-нибудь смотрите на нее или держите в руках говорите ой как красивая звёздкой красивый двоечка красиво и здесь красиво и так видео с красивая какая красиво и и одевать и носить Спрашивает Лариса Монова Андрей Андреевич, можно узнать, есть ли у меня какие-нибудь способности? Да, есть, есть способность, которая связана с целительством Можете становиться хорошим целителем Оксана, здравствуйте, я ученица первой степени Наладится ли у меня личная жизнь? Огромное спасибо за то, что вы есть Наладится, да, не переживайте Не все так плохо Давайте вспомним эзотерические практики Которые я даю на второй ступени Которые могут улучшить отношения Итак, первая эзотерическая практика Вы, наверное, ее помните Это схлопывание миров Каким образом это происходит? Итак, берете и представляете Его в шаре, себя в шаре И схлопываете в одном шаре При этом запечатаете его и себя Умахумха хухри Прогревание слоев Есть еще практика, помните Далее Проживайте жизнь такую, которую проживали ваши родители То есть родители были несчастными У него родители несчастными И так далее Не знаете, как с этим поможет Трансцендентная медитация Опа, это еще все такое Трансцендентная медитация Это то, что я вас сейчас научу Весь мир связан со всем мирским Планеты, нити влияния планет Они воздействуют на всех людей Которые мысленно, чувственно, жизненно Астрально проживают на планете Земля Трансцендентная медитация заключается в том Чтобы выйти из-под влияния Вот этих планетных систем Или планетного эгрегора И выполняется следующим образом Сидя с закрытыми глазами Или даже лежа с закрытыми глазами Представляете, будто вы Находитесь на планете Земля Сделали вдох-выдох И представляете, будто вы Находитесь в космосе Смотрите налево, вверх, вниз И везде видите только космос При этом, как можно дольше думаете О планетах, о космосе, о глубине Можете представлять, будто летите Растворяетесь, теряете свое ощущение тела Таким образом отключаются от вас Вот эти элементы, которые являются кармическими Второй вариант Сын у вас там пьючий Или с девушкой встречается какой-нибудь Которая из плохой семьи Обвели сына и девушку Взяли их в колпачок какой-нибудь Представили, будто их подняли в космос Представили, будто их тела растворились в космосе И дальше делаете на вдохе На вдохе яу А на выдохе яй Вот такие звуки произносите Или аум-аум И думаете после этого о космосе Уже о них не думайте Что это даст? Это отключит от них вот такие моменты Которые могут мешать этим детям Справиться с тяжелыми состояниями Где привязки ментальные к жизни Где привязки, которые связаны с их родными Где мнения чужих людей по поводу этих людей Будут растворяться Делайте это ежедневно Один раз в день Ну а можно вечером Это действительно очень улучшит ваше состояние Называется это трансцендентная медитация Андрей Андреевич в ютубе Есть мантра шабри Изи кам Мама Там кажется опечатка Написано Папа Да Эту опечатку Я специально напечатал Хорошо что вы знаете Но так тоже работает Да там должна быть опечатка И вы знаете как правильно Но я это дал просто для людей Поэтому там есть опечатка То что вы знаете Работает на 100% Там где отдался опечаткой Будет работать процентов на 30 Делаю это специально Знаете Вы что же думаете Я буду раздавать налево и направо Методы и практики Зачем мне это нужно Приобрел книгу символы Дуйко Подскажите как правильно с ними работать Как нужно перерисовать Не нужно Просто берете Ставите символ Который вам нужен Просыпаетесь утром Открываете символ Который вам нужен Засекайте время И смотрите 1-3 минуты В это время можете думать О чем угодно Не обязательно так смотреть На символ Чтобы видеть весь символ Можно смотреть На одну из его Там угла На одну из циферок Или буквок Которые изображены На какой-нибудь Один изгиб Будете смотреть И все Ничего не нужно Потом Вдохнули Выдохнули Перевернули На тот символ Который еще Это такая медитация Медитация С использованием символа Вот так Перерисовывать Что-то делать не нужно Заряжал ли эти книги Да Все книги Все символы Все дощечки Все Все абсолютно Постоянно заряжается С этим работаю Делаю это ежедневно Каждое утро Здравствуйте Еленов Добрый вечер Ужай мой Андрей Андреевич Наши дети посещают Много кружков Секций Стараемся занять их Что им больше пригодится В жизни На что уделить Больше внимания Где их ждет успех Ни на что Не обращайте внимания Обращайте внимание На доброту Которую вы проявляете По отношению к детям Восхищайтесь тем Что у них получается И вы увидите Дети выберут сами Не вмешивайтесь И не направляйте их Пусть их судьба Развивается самостоятельно Очень часто Мы настолько Делаем людей Несчастными Допустим Гелель Вспомните его Интервью Которое он давал В американском В американском видео Таком Это знаменитый Пианист Где он говорил А вы знаете Что у меня Не было детства И я очень Об этом сожалею Кислин Допустим Евгений Такая же ситуация То есть Детства не было Было все время Фортепиано Были все время Концерты Были Знаете Как много Есть таких детей Которые стали Мега знаменитыми Мега Но они потом Ненавидят Они потом Ненавидят Родители Ненавидят Свою работу Ненавидят Искусство Ненавидят Но зато Играют Играют Идеально Правильно Это можно Сказать Чистилище Знаешь Знаете Нет Нет Пусть они Выберут Сами Пусть у них Будет детство С конфетами Пусть у них Будет детство Где они будут Играть в игровые Приставки Или сидеть В телефонах Пусть у них Будет детство Что от нас Зависит Любить их Заставлять их Немножечко Ухаживать за собой Читать книжки Заниматься спортом Развивать их Потенциал Но Вам не кажется Что направляя Ребенка И заставляя Ребенка Что-то делать Максимально Заставляя его Что-то делать Маниакально Вы Немножечко Нечестны С ним Почему Дело в том Что такой ребенок Или вы Хотите Чтобы этот ребенок Начал в дальнейшем Состоялся И стал богатым Начал зарабатывать деньги Для чего Чтобы вам помогать Чтобы вас содержать И так далее А это не честно Пусть развивается У меня так было Со старшим сыном Долго Старший сын Ничего не делал Ничего не хотел Был таким Знаете Я говорил все время Ничего страшного Время придет Мы не будем Никак изменять Свои отношения Мы его любим Мы его Восхищаемся Мы понимаем Кто он Понимаем Характер Всякое бывает И вы знаете Не изменяя его характер Он состоялся То есть он сейчас Зарабатывает деньги Нашел в чем себя Применить Это было и для меня Удивительным Сейчас у него Получается Зарабатывает Достаточно большие деньги И это конечно А что можно делать Можно было Заклевывать Заплевывать Заставлять А ну иди Работай Психовать Беситься И так далее Нет Это неправильный путь Надо давать человеку Возможность Скажите Я жить в Германии И уеду жить в Америку Благодарю Где вам лучше В Германии Или в Америке Будет Показывают Что в Германии Вам будет лучше Поменяйте место Просто на другое Перейдьте Из того места Где вы находитесь Ближе к Швейцарии Ближе к Лихтенштейну Куда-нибудь Я не знаю Прошла 6 ступеней Нужно пройти 7 Однозначно Однозначно Прям вот Категорически Да Светлана Добрый вечер Допоможит Выиграть Электронный аукцион По арендам Земельной делянки На який магазин Працюет До 30 лет Агренда Кинчилась Хочу скоро Стать переможницей Светлана Вот эта лотерея Она не проводится Как лотерея Я должен вас разочаровать Но вы уже сейчас Должны связаться С теми Кто будет проводить Эту лотерею И договориться с ними Чтобы они на заседании Отдали вам имущество Они этого От вас и ждут Чекают от вас Тому Найдите Чи юриста Там нема правды Боже я спелкуюсь Украинскую Здравствуйте Благодарна за ваш труд Как выбраться из безденежья Незанятости Очень долго Прохожу первую ступенчатую Мантру и защиту Ставлю больше года Будто нет пути Вы правильно говорите У вас У вас и нет его Этого пути Почему Человек Начинает Становиться Успешным Если у него Есть 4 качества Которые Я себе повторяю На протяжении Всей жизни Это сделало Мне богатым человеком Первое Это Интеллект Как можно больше Читайте Как можно больше Развивайтесь Обучайтесь Сейчас у меня Около 11 книг Которые связаны С социальными сетями Которые я Постоянно Студирую Одна из них Приходится переводить Потому что она написана На испанском языке И приходится Ее в переводчике Переводить Для того Чтобы ей пользоваться Уникальные Интересные Новые публикации Которые Разворачивают Или дают Новое восприятие Работы в социальных сетях Это интеллект Это раз Очень важно Это Второе Это Любовь к близким Это тоже очень важно Дело в том Куда течет любовь Туда текут и деньги Любите Те кто с вами Живет под одной крышей Делайте это Обязательно Любить И проявлять Любовь Разные вещи Любите их Чувственно И проявляйте В виде того Что вы что-то Хотите для них делать Какие бы они Не были Какашки Любите их Любите непременно Ощущайте эти чувства Почему Когда человек Живущий под одной крышей С человеком Любит Того человека С которым он Находится То он думает Что он его любит На самом деле нет Вы и все Кто под одной крышей Находится Вы все есть Одно я Семь я И когда вы их любите То к вам течет любовь Не от них А ваша же Нельзя самому себе Направить любовь Можно через кого-то Смотрите Вы и ваша любовь Есть фотон Они есть электрон Фотон Не накапливается В электроне Электрон Сопряжен С атомом Таким образом Но фотон Отражается От электрона И отражается От атома Таким образом Ваша любовь Она фотонная Вы любите их Они это могут Чувствовать Потому что Электрон Чувствует влияние фотона Но ему от того Что он чувствует Изменений не происходит Он может чуть-чуть Там Ну наверное Увеличить заряд Какой-то То есть От нагрева Какие-то Допустим Химические реакции От нагрева Могут увеличиваться Но реакция Сама физически Может увеличиваться Но сам механизм Нет То есть Оно что при холодной Что при горячей Все равно будет происходить А сама реакция Будет неизмена Так же и у нас Мы любим их И проявляемся к ними Но мы фотоны Мы ударяемся Этими фотонами И они обратно К нам летят Наши же Наши Это важно Интеллект Любовь к близким Отсутствие страха Будьте бесстрашными И самое важное Будьте энергичными Не бойтесь Тратить энергию Не бойтесь Тратить энергию Не бойтесь Тратить энергию Нет сил Плохо вам Скачите 333 энергия Шуруйте Работайте Вот сидите Я не могу уже Я не могу уже Встали Отдохнули Говорите Энергия Важно Энергия Важно Садитесь Я буду энергичным Я буду энергичным Звезды высасывают Игрегоры высасывают Все остальное Весь мир В труху Пусть все вообще исчезнет пусть вообще у кого угодно что угодно происходит я все равно буду делать свою работу я все равно буду энергичным я все равно буду вкладывать силы я есть бульдозер так живу у меня был период такой я болел онкологии знаете эту историю в школе рассказывал просыпаюсь я утром в 7 утра лег в 4 утра и уже температура кашляю задыхаюсь глаз болит аллергия волосы выпадают в руках тремор но у меня работа но у меня работа иду бреюсь чищу зубы злюсь дышу приседаю ем не хочется кушать выпиваю таблетки прихожу и говорю себе еду на машине говорю энергия энергия найди в себе энергию плохо тебе пофигу будь энергичным найди в себе энергию приезжаю отрабатываю не показываю максимально и говорю себе нет я не позволяю себе не поехать еду встречаюсь разговариваю пью водичку и так далее и все и все ничего страшного пережил это все понимаете но не потерял понимаете а какие люди бывают мы имеем серьезные огромные ресурсы нашей души они настолько имеют огромную силу и мы способны быть сильными найдите в себе эту силу найдите только не теряйте доброты потому что очень часто человек который начинает думать что он энергичный то почему то у него включается какая-то идея что он должен быть как собака я энергичный добрый вот вам пример я энергичный добрый а когда плохо и не гавкаю почему а зачем просто чек виноват что мне плохо все будем заканчивать як скачаты книги скажите будь ласка а что с вами происходит такое что с вами происходит нажимаете на книги пишите здесь имя вводите email нажимаете скачать бесплатно переходите на свой email и там будут две присланные от нас книги в виде письма одно письмо открываете книжку скачивать там написано скачать или книга такая ссылка переходите скачиваете все это с вами такое происходит чё это вы даже книжки не можете скачать ой боже мой вы хотите бизнесом заниматься боже мой и алия скажите улучшится личная жизнь моих сыновей да просто чуть-чуть молоды еще подрастут и улучшится у меня сейчас проходит налоговая проверка скажите пожалуйста все ли решится хорошо или будут суды не будет судов решится придется заплатить хочу очень сделать ваджу можно да нужно мне когда-то вы говорили что очень хорошо пожалуйста вы супер человек вы самосовершенство ты самосовершенство ты самосовершенство знать я совершенство знать свое идеал уважаемые друзья я хочу вам зачитать письмо которым говорится о том что я какашка и я хочу вам его зачитать возможно кого-то это спасет хорошо поэтому послушайте меня внимательно и хочу вам его зачитать для того чтобы вы знали что есть другая сторона медали и люди которые не верят в эзотерику или не верят в магию или не верят еще в что-то они воспринимают совершенно по-другому все и создают определенные образы ну давайте я вам прочитаю дуйко может позиционирует себя как врача и целителя но мои нервы уже не вернуть понятно лично его деятельностью я не увлекаюсь и считаю что мне просто хватило ума не связываться с чем-то сомнительным но мама моя как любая женщина среднего возраста всегда интересовалась мистикой и прочими подобными вещами потому наткнулась на гуру для нее была находка искал медь нашел золото ну и в том случае скорее всего мне как человеку с медобразованием было неприятно выслушивать от родной матери что пять лет учебы бред главное думать о хорошем и дышать как говорит дуйко чтобы все мои проблемы решились но по сути смотрите сейчас я это читаю но уже виден конфликт мамы и конфликт дочери смотрите есть конфликт мамы и конфликт дочери зачем здесь дуйко вмешивать но я причем вообще то есть я просто показываю альтернативные идеи допустим за человеку можно подышать активно это по моему мнению может улучшить состояние есть тысячи десятки сотни тысяч людей которые используют это не я придумал даже понимаете даже не я придумал есть ну сотни тысяч исследований есть патенты всевозможные есть йога которые там две или три тысячи лет там которая использует про на яму дыхание есть методы активного дыхания есть сейчас методы когда человек направляет дыхание там в ноги в руки и запатентированное дыхание вот этого человека который под водой там плыл и который сутки во льду пролежал не помню его фамилию мама влияет на дочь дочь возмущается и так далее ну и вот у меня такое было в свое время с моей мамой мама мне говорит надо кашпировского смотреть и тогда я молодой был и говорю ну мне это не интересно я это не понимаю убежал но она мне не нужно было а потом мама говорит ну хорошо было бы посмотреть кашпировского маме помогло и моей маме помогло и 300 миллионам человек которые до сих пор смотрят периодически анатолия михайловича тоже помогает вообще хочу дать вам совет уважаемые женщины я все время говорю это ну смотрите вы дуйко что вы его всем пихаете потом в мордочке особенно своим детям они то ни в чем не виноваты зачем это вы делаете а потом появляются такие дети которые меня начинают искренне ненавидеть потом жена своему мужу говорит какие-нибудь слова это дуйко сказал это дуйко он потом меня ненавидит вы делаете в итоге мир таким при котором находятся люди которые хотят меня осудить посадить наказать и так далее в этом году вообще хотел закрывать эзотеристской школы больше никогда закрыть эти все каналы и больше никогда к этому не прикасаться почему да мне одному и так хорошо я хорошо зарабатываю и у меня все хорошо в жизни получается у меня все в жизни офигительно а когда и я еще там виде миссии провожу вот такие бесплатные вебинар вот смотрите у нас сейчас там 10 сколько там нас тысяч человек и даже посмотрю слова посмотри сколько человек у нас сейчас во время вебинара мало а сколько за весь час вот 1800 человек а уже до завтра будет его просмотров там 5000 а до конца недели 10 тысяч 1800 человек из этих 1800 человек никто мне из 10 тысяч никто мне не заплатит никто не отправит мне никакой кэш никто там я вам вот хоть одно слово сейчас сказал купите у меня перейдите куда-то давайте ешьте там что-то там еще что-то ну вот сказал о том что я буду пятидневный семинар проводить ну так я что сказал срочно всем надо срочно заходите срочно его проходите все у вас нету решения никакого и так далее сказал нет хотите ходите хотите не ходите хотите там не вообще все равно мне все равно а вы сталкиваете потом а дети в чем виноваты хотели хоть они хотят жить как они хотят так пусть живут что вы их трогаете что вы им тыкайте вечно этим дуйко дуйко так сказал дуйко так дуйко причем вы это ваша информация вы ее уже знаете значит то что вы говорите это вы говорите причем тут дуйко ну заказала букву бы подходит подходит там вот как you когда-то выложил целые целые тантры пока гью и написал внизу отблагодарить дуйко почему вы начинаете читать тантру кагью мантры и так далее и так далее должны понимать что это идет в формате от школы то есть это являетесь вы учеником или не учеником вы должны обязательно брать такую тантру или ее читать и обязательно для того чтобы к ней подключиться обязательно должны совершить преподношение какое-то рубль мне отправить доллар какой-то отправишься детям конфет купил и тогда этим пользоваться понимаете а так человек ее берет начинает с ней работать и она может боком потом квакнуть поэтому информация которая обучающая эта информация за которую нужно быть благодарными мне как человеку с медицинским ну понятно для исцеления необходимо свой подорожник на ранку приложить согласен его необычное мышление и философия это просто общеизвестные философские психологические факты просто в другой обертке послушайте весь мир в другой обертке смотрите когда человек завидует один человек другому то этот человек который завидует один другому этот человек испытывает страдания и этот человек начинает искать идею как ему справиться со своей завистью и может читать книжки где один человек может ему допустим говорить зависть это плохо Будда сказал, ищи срединый путь, найди причину зависти, о, я нахожу первопричину, в Гештальте найди причину, вот в детстве ты там завидовал, там в Дионетике вообще нужно найти ее в грехах родителей, потом с помощью клира инсайт этот как-то проработать и так далее, найти инсайт своего начала и так далее. Ну и есть там по Александеру нужно лежать, по Юнгу можно выписать это все, разложить это на паттерны, в НЛП программировании есть тоже какие-то там идеи, есть тысячи всевозможных методов работы со своей психикой. Но это все нужно где-то найти, как-то изучить, это все необходимо где-то взять. Почему обучаются? Вам что сказал я, что это все исключительно философия и психология моя? Я не такой умный, я уже когда-то говорил, я библиотекарь, я это все собрал между собой. Ну а в чем мое преимущество? Я просто это сделал так, чтобы это было удобово риму, чтобы это было коротко, чтобы это было хорошо и чтобы это было быстро. Допустим, завидуешь кому-то, произноси себе, скоро у меня это будет, зависть исчезает. Откуда вы это взято? Ну знаете, об этом можно говорить долго и спорить долго, и можно меня уличить в том, что я использую нейролингвистическое программирование, или гипноз Россия, или я каким-то образом использую какие-то философские доктрины, или использую даже идеи Лао Цзы, или буддизм, или еще примешать туда золотолутосовую сутру Будды и так далее. Конечно, оно ко всему сопоставимо, просто это сказал своими словами. Каждый скажет своими словами, и это будет у каждого своя идея. Но это такая особенность. Один сделает планер из железа, другой из пластмассы, а кто-то из клеенки. Самое важное, главное, чтобы он летел, а из чего он сделал, неважно. Так вот, я тоже попытался планер сделать, только материал у меня свой, дуйковский, особенный. Еще вызвал у меня бизнес-продажа чудо-лекарств как БАДы. Самый тупой, гениальный поступок. Если ты не можешь получить лицензию, то легче впарить товар, как пищевые добавки, все равно, что торговать воздухом. Нужно обязательно зайти сейчас, ей нужно это сказать полякам, немцам, людям, проживающим в Германии, правильно говорить. Нужно сказать японцам. Знаете почему? Потому что стоимость медицины в этих странах, она такая дорогая, что не дай бог, ей лучше не ехать никогда, не в Германию с ее медовыразованием, не куда-то в Италию, не куда-то, ну в Италию ладно, там бесплатно. Почему? Да потому что она может столкнуться с тем, что не полечат ее. И дай бог, чтобы она никогда не столкнулась, как я, с тем, что ты лечишься, лечишься, а тебе все плохо и плохо, как в анекдоте про оленя, которого стреляют, который пьют воду и говорит, да что ж такое, пью-пью, а напиться не могу. Вот у меня в жизни такое было, лечился, умный, с медобразованием, а что ж такой умный, за плечами столько знаний, хорошее образование получил, хорошие знания, хорошая семья, и эзотерикой уже занимался, и йогой, и вегетарианством, чем только не занимался, и спортом, и алкоголь не принимал 12 лет. И тут на голову заболевание онкологическое, а потом лечиться, одна химиотерапия, другая, стволовые клетки, еще куча всего, и таргетированная терапия, гормональная терапия, радиотерапия, и там куча всего. И тут такой вопрос, я вот лежу, мне плохо, какие мне еще таблетки, мне новые, я пью, мне хуже, еще таблетки, новые, я пью, у меня давление начало подниматься, говорю, дайте мне что-то от давления, выписали вот такие таблетки, я встаю, их с коробочки пью, мне так плохо, ложусь плашмя, думаю, так какого ж фига, ну, а мне не лучше, мне все хуже и хуже, рыхаю уже этими таблетками. Давление как повышалось, так и повышается, иду к другому, он говорит, это у вас не давление, это у вас нервное, пейте от нервов, пью, не работать не могу, не за рулем сидеть, в глазах цвет исчезает. Я тогда начал думать, надо что-то делать с этим, да надо что-то с этим делать, надо что-то с этим делать, потому что надо было улучшать свое здоровье, а наша традиционная медицина, она его мне не могла улучшить, ни давление снизить, я там 7 или 8 лет принимал, 6 лет принимал, триплексамы, там препараты, которые адреноблокаторы и так далее, и мне не помогало, акуензим Q10 помог, а травы помогли, а знание того, как очистить почки помогло, да, да, и сейчас я не принимаю таблетки от давления, что помогло? Яйцо помогло мне с лимонным соком, понимаете, по утрам. Каждое, каждое желание человека сделать что-то прекрасное для этого мира, оно всегда будет, как в сказке о Мусе на Средине. Однажды Мусанна Средин рассказал сказку о дедушке и внуке. Он сказал, никогда, мудрец, не стремись к тому, чтобы слушать то, что говорят о тебе люди. Всегда помни, что бы ты ни делал, всегда будут противоположные точки зрения, которые могут тебя очернить. Всегда знай об этом, и рассказал историю, которая звучит так. Однажды ехал внук на верблюде, и дедушка верблюда вез. И люди, видящие, как дедушка вез верблюда, говорили, надо же, молодой внук, одет старый, тянет и верблюда, и вот этого внука. Тогда дедушка сам сел на верблюда, а внук начал везти его. И сказали люди, надо же, такой старый едет на верблюде и заставляет такого малого везти верблюда, негодяй. Тогда дед взял внука за руки и начал везти верблюда. Люди начали смеяться и говорить, надо же, такие тупые, верблюд идет, а они идут пешком, нет, чтобы на него сесть. Тогда они сели вдвоем на верблюда, и люди сказали, надо же, такие здоровые, и верблюд груженый, еще и они сели на верблюда, хотят замучить бедную тварь. Таким образом, как бы и чем бы человек в своей жизни не занимался, особенно если он выходит на дорогу прогресса, в котором он хочет сделать что-то полезное, созидать, создать. Никто ж не увидел, что у меня 300 человек работают на предприятии, еще 300 человек работают у меня там как продавцы, директора офисов и так далее. То есть фактически 600 семей проживает за мой счет, а я этих людей кормлю. Никто, нет, нет, это никому не интересно. А накормит 600 человек? Сомневаюсь. О том, что созданы препараты аналогов, которых не существует и никогда не будут существовать. Экстракцию придумал сам, кавитацию растений придумал сам, ультразвуковую кавитацию масел придумал сам и так далее. Это все ноу-хау, они мною используются и так далее. А почему БАДами легче торговать или почему лицензию нельзя взять? А в этом виновата сама система, потому что миллионы нужно потратить. А где миллионы эти брать? Я бы хотел участвовать в этом. Дайте мне миллионы. Если бы были люди благодарные, то они купили что-то. У меня есть препараты, которые есть возможность предложить этому миру. Я знаю, какие препараты могли бы помогать. От чего хочешь, от туберкулеза, спидоасмы, чего хочешь. Я знаю, как это все работает и готов их выпускать. Но мне для того, чтобы запустить какой-либо из этих препаратов, на сегодняшний день надо запустить предприятие, это сейчас в мыслях, и в этом предприятии необходимо только за вот этот воздух, который там находится, только за патент этот весь, для того, чтобы получить нужные документы и в дальнейшем заниматься и запустить завод как фармпредприятие, необходимо заплатить за все вместе 650-700 тысяч долларов. Только просто за документы. Кто мне эти деньги даст, скажите? У меня на сегодняшний день там 700 тысяч пользователей тибетской формы. Пусть бы каждый дал мне по одному доллару. Они же смотрят бесплатно эти семинары, кому-то помогают. Ну чего не дать мне доллар? Дали бы мне, я эти деньги взял бы и потратил на это все. Нет, как обосрать, так каждый может. Ну и дальше аблодировать и так далее, секта и так далее. Так что поздравляю, текайте, у нас секта. Так вот и живу, как Мусана Средин. Каждый может рассказать, какой плохой, а сделать или дать что-то взамен не может. Так для того, чтобы, я знаете, всегда говорю, как семечки плевать, то каждый может, а как убрать за собой, то только дворник. Поэтому, знаете, кто бы не плевал семечки, все равно останется лишь только тем человеком, который плюет семечки. Живу с котами в арендованной квартире. Проявлять котам любовь, конечно. Скажите мне, пожалуйста, можно сейчас уехать в Европу из Украины, да? Вас любим, я вас. Виолетта, скажите, пожалуйста, я работаю в больнице медсестрой. Стоит продолжать работать или идти учиться? Идти учиться. Андрей Андреевич, выйду я замуж с тремя детьми, да? Выйдите замуж. Волосы надо покрасить темный цвет. После нескольких дней моих занятий с тренажером, выравнивания судьбы, случилась неприятность с вырослым сыном. Связано, нет, не связано. Совпадение. Мои сыновья закончили универшколу, что им посоветовать, какую профессию выбрать. Вы из России, да? Не хочу помогать людям из России. Очень уважаю, Андрей Андреевич, однажды, очень давно подарили смысл рада жизни ученице бесплатной ступени. Спасибо, все, что делаете. Ну что, уважаемые мои друзья, я желаю вам счастья, радости, успеха, в любви, мира. Всегда помните, есть такое понятие, но звучит так. Не критикуйте, не обвиняйте, не злитесь. И всегда помните, ни один человек о вас не знает того, что вы знаете сами о себе. Все равно есть у вас миссия. Гордо, с поднятой головой всегда помните об этой миссии. Иисус Христос в свое время, Иисус Христос в свое время, Он был человеком, который изменил жизнь многих людей. Но мир, в котором он жил, был против него абсолютно и на 100%. Это так уж мир устроен. Чем больше в этом мире, чем больше мир необходимо спасать, тем хуже этот мир относится к спасителям. К спасителям, понимаете, это такая особенность. Поэтому, если эзотерика эффективна, то всегда будут искаться спасители. Если спаситель эффективен, то всегда будут находиться люди, которые не хотят, чтобы этот мир кто-то изменил в лучшую сторону. Поэтому все, что мы делаем, или все, что я делаю, мне кажется, это все правильно. Потому что люди оживают, у людей появляется желание, мотивация, у людей появляется сила, у людей появляется знание, у людей появляются возможности изменить свою судьбу. Ну, хотя бы желание. Ну и всем нам сил. Еще раз спасибо. Прекрасных выходных. До свидания. Обязательно оставьте. О, Дуйко просит у всех оставлять комментарий. Ну, конечно, еще и блогер. Оставьте свой комментарий обязательно под данным видео. Пусть все мои завистники задохнутся от злости, а я за счет них стану еще более богатым. До свидания.